Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель, Устуды, Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Масштабное свято у Ляскавича сёння тут отбылся в фестивале этнокультурных традиций Клич Полесься. Зимовый запас в Осинске кермашивых одного дня запрашают гомельчан. Без пека природы сёння означается сусветный день без автомобиля. Шмагранность Таллинту у библиотецы Мягерцена отбылась творчая вечарына письменника крэзнауцы профессора Ивана Штейнера. А зараза в гэтым иншим больше подробязна. Сёння у Аграград-Куляскавича Петриковского района прайшёл пятый фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесься. Для того, чтобы узнать традиции и побыт Полесься, сюда приехали представники Беларуси, России, Украины, Польши. Найбольшие интересные моменты самобытного свято в материале Олега Синцерова. У Першиню фестиваль Клич Полесься прайшёл в 2010-м. Починався у статусе национального, теперь заявляется международным. Але головная задача засталась и неазменной – показать историю и традиции Полесьского региона. У гэтым годзе его непосредными удельниками стали простунки 11 районов Гомельской и Брестской областей. Але не выключено, что уже наступный фестиваль у Лясковича поширить свои межи. Тут могут заявиться подборки суседней Украины. Тем больше, что, как эти гостей, украинские полешуки проезжают на свято уже не в первый раз. За годы своего основания фестиваль стал не только центром пропаганды культурных каштовностей, а и при отсутствии для размыва об тем, как зарабить Полесьский регион, привабным для замежных гостей, инвесторов, деловых людей. Полесье – это одна из тех немногих исторических таких уже веками и судьбами накануванных мест, которая сохранила традиции, вклад, особенности не только Белоруссии, но и мы говорим Полесье. А Полесье охватывает несколько государств. Поэтому вот здесь перепрылись как раз вот эти истоки. Почас проведения фестиваля Клич Полесья, життё Агрогородка Лясковича проходит узусим иншем темпе. Звычайно спокойная и неспешная, сёня яну нагадывая Великий Кермаш, побачь самобытными подборками, разностранные выставы, традиционные народные гульни, свято-бытового танцу и спектакли Белорусского народного театра «Батлейка». По приблизных подликах, колькость людей у Агрогородка увеличилась амалю 30 разов. Для подвоза у всех жадающих навод заденечили додатковый транспорт. Что тратится непосредственно фестивалю, то в этом году организаторы Министерства культуры Гомельские и Брестские Аброво-Конкамы, Национальный парк Припецки вырешили реализовать новую концепцию его проведения. Кожный район проставил некую вёску, якая реально истнует на его территории и выделяется незвычайной назвой те традициями. Лейческий район в этом году представляет деревню Букча. Отметно то, что деревня это существующая и в нынешнее время. Это крупнонаселенный пункт Лейческого района. Люди любят заниматься бортничеством. Это древнее ремесло. На сегодняшний день у нас в районе насчитывается более 200 бортников. Люди, которые сами занимаются бортничеством. И отметно то, что в прошлом году, в 2017 году, данному виду ремесла, бортничеству Лейческого района придан статус историко-культурной ценности Республики Беларусь. Урачистая открытие Пятого международного фестиваля этнокультурных традиций починается апоудни, выступлений, коллективу с припецкого палесия и официй на веншаванне. Припецкая палесия до наших дён заховала у назвучай багатом выгляде рысы самобытной культуры палешоков, уникальность региона, потребуя его глубокого выучения, а так само адаптация самобытной палеской культуры до сучастных умов. И, бадай, головная падея – уручение статуэток «Гоноровый палешок». Эта традиция у Ляскавчих народилась в 2014-м, причем сирот первых узнагородженных президент Беларуси Александр Лукашенко. Диплом и статуэтка «Гоноровый палешок» теорита уручается в третий раз. Их владельниками становятся люди, которые унесли значный уплату в социально-экономичное развитие палесского региона. Сегодня статуэтку отримали Роман Петрушенко, байдарышник, олимпийский чемпион и семиразовый чемпион света, а так само Пётр Астапчук, дирижер заслуженного коллектива «Вытинянка» Столинского городского дома культуры. Пятый международный фестиваль «Клич в палесе» проходит на протягу одного дня, а тому его программа вельми насыщенная. Поспеть обойти все прессовки складана, а листа ночных уражений у любых выпадков надолго. До речи до наступного фестиваля о Национальном парке Припятске планует повеличить высовочную территорию еще больше. Заканчивается фестиваль, и мы сразу начинаем. Здесь будет выстроена набережная, расширится канал. Там будет целая инфраструктура созданная, и она должна быть задействована не только для проведения фестивалей, массовых мероприятий, но и для туризма, для такого экскурсионного туризма. Алексей Натеров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель», Петриковский район. Кермаши выходного дня сегодня распорчались у Гомели. До конца Костричника и они будут проходить у каждого района областного центра. Один из самых буйных разместился на площади Паустанья. Самые ранницы тут достатково шмат людей. Покупникам пропонуют продукцию спожведские товарыства, гандлевые организации, индивидуальные предприимальники, рамесники и пчеляры. В широком ассортименте Городнена и Садовина нового ураджаю. Бульба, капуста, бураки, морква, цыбуля, яблоки и так далее. Так само тут можно набыть мясную и молочную продукцию. Мед, грибы, саджанцы плодово-ягодных древ и кустов. А так само оденье. И что главное, все по доступных ценах. Цены замечательные, я думаю, приемлемые для наших гомельских покупателей. Я, допустим, хочу приобрести сейчас и картошку, и томаты, и арбуз хочу большой купить. Вы знаете, всегда прихожу, всегда покупаю. Здесь живу недалеко, очень удобно. Купили курочек дешевых по 2,50. Это тоже цены лучше, лучше не придумаешь. В целом довольны. Яблочек, да. Все великолепно организовано, все по высшему разряду. Час працы Кермашоу с 8.30 до 15.30 без перепынку. Отримать полную информацию можно на сайте гомельского харвы Канкама. Все не означается сусветный день без автомобиля. Его головная задача – снижение нехоты у ногауплыва транспортных выкидов на новокольное сяродье. Летость у Гомельской области выкиды забруджевающих речево у поветра склали крыху больше, как 200 тысяч тонн, и амаль полова от транспортных сродков. Позмогаться за частюню поветра у сусветный день без автомобиля может кожный. Водителям пропонуют не выкрыстовывать уластное ауто, а отдать перевагу пешим альбо велопрогулкам, те при необходности пересесть на хромадский транспорт. Нажаль за профессийных обовязков, некоторые водители навод провеликим жаданье отмовиться от ауто не могут. Але и тут есть макшимость долучиться до братьбы за экологию. Достатково просто сочит за техничным станом своего автомобиля и не допускать, как бы он выкидывал у поветра ненормативную колькость шкодных речевоу. Все лето на Гомельщине побудовали амаль 3560 квадтер. Такие дадены, анализующие выники работы будовничьей галлины за 8 месяцев, приводят Головное статистическое управление в области. За этот час уведено свыше 280 тысяч квадратных метров агульной площадки жилья. З их больше 125 тысяч побудовали для грамадян, которые стоят на улику для приобщения жильевых умов. Это амаль полова от агульного объема. В сельских населенных пунктах побудовали амаль 50 тысяч квадратных метров. Абтым, як развивается жильевое будовничество в нашем регионе, яких выников отрималось досягнуть, и у каких на керунках есть перспективы для развития, глядите сюжет у программы «Навинный тыдень» в неделю 23 вересня на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Наши корреспонденты побывали на самых масштабных будовничих пляцовках Гомеля и в области, погутарили с керовниками Галины, готовы поделиться с собранным материалом. Первого кастричника в Беларуси означается «День пожилых людей». Комитет по праце занятостей, социальной обороне Гомельского облывы Конкама примерковал до его работу промых телефонных линий. Задать питание можно специалистам комитета в залежности от тематики их деятельности. Номеры телефонов и час работы промых линий вы зараз бачите на своих экранах. Так, питание социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий можно адресовать наместнику старшины комитета Александру Ляшенко. Пытание реализации державной политики по организации пенсийно-газобеспечения насельництва ведет наместник старшины комитета Татьяна Кулеш. Пытание социальной поддержки граждан пожилого возрасту и инвалидов можно адресовать начальнику управления социальной поддержки насельництва Галине Мороз. Правильность применения пенсийного законодавства обмерковать начальником управления пенсийно-газобеспечения Ларисой Филипцовой. У Гомельской центральной городской библиотеки Мягерцена отбылась творчая вечары на письменника, словиста, краизнавца Ивана Штейнера. Мероприемство под названием «Глубеня познания и асенсования» стало святочным как для самого гостя, который недавно назначил 65-годовый юбилей, так и для установки, которая запустила новый сезон литературно-мастатского салона с встречи на Замковой. По веншевать аутра пришли коллеги по навуковой деятельности и пяру, сябры и прихильники его творчасти. Иван Штейнер – доктор филологичных навук, профессор, загадчик кафедры белорусской литературы Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. На его рахунку коля 500 навуковых прац, монографий, фольклорно-этнографичных сборников, навучальных и методичных допоможников. Большаясть литература знавчих выданий у Ивана Штейнера мают краезнавчую скерованность и уявляют собой свой особливый летопись литературного життя Гомельщины. Аутар так само вядомый, як-то линовитый драматург, який выступает за заховання родной белорусской мовы. Особа Ивана Штейнера настолько шматгранная, что гости вечера цікавилися у яго про перспективы классичной литературы в эпоху глобализации. И тем, як письменникам адрадзить даяе цікавость, по-перше, у сучасной молоди. На протягу всей встречи аутар делился с гостями своим близкучим гумором и оптимизмом, а так само творчыми планами и напрацовками. Зараз я написал пьесу, навіть трагедию для читання, отражаю такую старинную форму, про славутого белоруса Симеона Полоцкого, який довгий час жив и працював в Москве. Эта трагедия будет надрукована у девятым номером часописа Ньомен за этот год. Я думаю, что может кто-нибудь как раз этим и зацекается. У картинной галереи Гаврила Вашенке открылась выстава «Город счастья». Она организована совместно с представниками международного социального арт-проекта «Счастливая талерка» Санкт-Петербурга. В 2014 году он был запущен из мета реализации талента у людей с обмежеванными мягчимостями, интеграцией их у громадства на ровных умовах с іншими мастаками. С початку социально-культурный проект «Счастливая талерка» объеднал инициативных и мета накерованных особ, які, а не глядячи на пелные житевые тяжкости, имкнулися досягнуть творчого поспеху. Позднее он вышел за гэтые рамки. И зараз свои счастливые моменты на талерках малюют все, кто больше-менш володая пэнзлем. На выставе у Гомеля представлена коляста работ яка матрау, так и профессийных и починающих мастаков с Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов и інших краин. Головная умова – адлюстровать на талерце свой самый счастливый момент життя и тем самым донести до людей важную думку. Счастье есть у кожного з нас, незалежно от взрослого, громадянства и физичных махчимостей. На самом деле идея была такова, что город счастье, так как Санкт-Петербург является побратимом города Гомеля, представить работы людей, насколько они счастливы в своем городе, показать. Есть еще работы, которые есть в проекте, там есть также и работы людей с ограниченными возможностями. День народжения по цирковых звычаях – свое 33-х годзе. У Гомеля значила слониха Мая з венгерского цирку. На святой имениннице запросила зусим незнаемых хлопчика и девчонок. Однако вельми худка артистка посебравала с гостями. Яна с задовольнением примала веншаванье и почастунки. Боль за все ей спадабались и яблыки, и арбуз. У падяку за веселый день народжения Мая выканала трук прямо на улице. Аплодисменты, друзья! Мая решила немного согнать кого-то. На протягу усяго свята побач с артисткой находились два яедра стеровщики – представники цирковых династей. Насамреш, я не старейшая за слониху усяго на некольких годов. Можно сказать, выросли разом. И лечать Маю саправдным членом семьи. Она очень хорошая животная, спокойная. Она очень любит детей, людей. Вот Майя тут, 33 лет уже, я 37. Мы уже вместе родились, как семья. Очень много сторонами уже было. В России, в Европе работала. Но сейчас тут Белоруссия Гомель. Мне очень приятно тут работать. Как оказалось, налевшим подарунком для Майи стало знакомство с маленькими гомельчанами. Ей вельми подобается увага. И у свой 33-й день народжения она отримала ее сполна. У Гомельским Державным Техничным Университете Мясухого отбылася масштабная студентская акция «Варушынок». Она прошла в рамках республиканского фестиваля «Тыдень спорта и здоровья». По сутности, «Варушынок» – это массовая танцевальная зарадка. На протягу некольких дней она ладилася на великим перапынку для головного корпуса ВНУ. Забавляльно-здравленчая разминка объедновывала больше за сотню жадающих. Под керовництвом профессийных тренеров студенты и супрацовники установы выконывали спортивно-танцевальные элементы. В первую акцию «Варушынок» провели по инициативе университетской газеты «Сушка». Она накирована на популяризацию здорового и активного ладу життя молоди. Дорога, что год до акции долучаются не только студенты и супрацовники ВНУ, а и обычные городжане. Этот год – юбилей для нашего университета. Ему исполняется 50 лет. И в этом году мы пригласили к участию в акции все университеты Гомеля. Это танцевально-развлекательная разминка. Выполняет и оздоровительную функцию, потому что ребята выполняют определенные движения, вырушаются под музыку и заряжаются позитивом. У Гомеля вызначился владельник Суперкубка Беларуси по волейболе. Поединок по межминским будовникам и солигорским шахтерам проходил у спорткомплексе «Лакоматыл». Матч, який аматы волейбола охарактеризовали, как гульня года собрал полные трибуны. Болельщики створили просто неверогодную атмосферу. На протягу всей встречи они вельми гучно поддерживали свои коллективы. Больше активно начали минские волейболисты. А лежусь в середине первой парты, что дозволило горнякам выйти наперед. Другая парта так само засталась за солигорским шахтерам. У третьей макчима проявилась расслабленность, и переможца последних двух сезонов чемпионата соступил. Увагу лишь выняковая перемога на рахунку шахтера 3-1. Треба значить, что одним из самых корыстных на плясоце стал нападающий Юрий Мартынов, який вырос у профессийных агульцами на Витоу Гомеле. Таким масштабом может позаздростить любой новотмежнародный спортивный форум. 18 команды, больше чем 900 удельников. У Жлобеня проходит 17-я Межгалиновая спартакеяда профсоюзов. Удельники на протягу 4 дней вызначают мощнейших у 9 видах программы. За баталиями Сачил Максим Савин. Межгалиновая спартакеяда на кшталт профсоюзных олимпийских гульняв. Спартывный форум ладится раз в два годы. И на протягу этого часу каждый Галиновый профсоюз серьезно рыхтуется. Сюрлетняя спартакеяда особливая. У першиню с поборницей принимает не областный, а районный центр. Кандидатура Жлобина была зацвержена одинаголосно. Жлобинский центр Олимпийского резерва имеет достаточно богатый опыт проведения подобных мероприятий. И спартакеяда союзного государства, и межотраслевые спартакеады по различным направлениям проходили. И детские соревнования, и хоккейные матчи, и турниры. Все это позволило принять управленческое решение. И мы коллегиально на президиуме Федерации профсоюзов Беларуси единогласно проголосовали за то, чтобы отдать такое право, это достаточно не только ответственно, но и почетно, отдать право Жлобину. Для проведения спартакеяды задейничали Амаль усю спортивную инфраструктуру райцентра. До речи, жлобинские пляцовки добрознаемые командам. Многие профсоюзы свои гриновые спартакеяды селета проводили минавито тут. Мы здесь, на этих же площадках, с 3 по 5, провели свою республиканскую среди областных наших и Минской городской организации профсоюза. Наши спортсмены, которые участвовали, они уже опробовали эти спортивные площадки наши, которые имеются и по мини-футболу, и по всем, и стрельбе, и так далее. В складе каждой команды 48 спортсменов. Это только самые лепшие. Ты, кто показал самые высокие выники на всех этапах отбора. Профсоюз легкой промысловости – один из самых малоколькосных. Не глядя на это, на спартакеяду приехали за перемогой. И различивают трапец упрызы, коли не уагульным залику, дык у особных видах. Любая команда на любые соревнования приезжает с одним настроением – выиграть, победить, занять призовые места. Команду мы отбирали по итогам проведения наших отраслевых соревнований. Мы очень надеемся на мужской футбол, мини-футбол, мужской волейбол, плавание у нас очень сильные спортсмены, по стрельбе, по дартсу. У программе Межгалиновой спартакеады 9 видов спорту. Легкоатлетычный кросс, волейбол, бильярд, геровый спорт, дартс, плавание, мини-футбол, стрельба и настольный теннис. Перемога у каждого дается не просто. Напружение на спортпляцовках самое высокое. Среди сегодняшних зорок профсоюзного аматорского спорта немало былых профессионалов. Многие из участников соревнований в прошлом на республиканской, на международной арене представляли свои коллективы, регионы и страну. Многие в прошлом имеют достаточно высокие спортивные звания и регалии. И для того, чтобы поддержать именно свой активный статус и, как многие говорят, тряхнуть стариной, с удовольствием участвуют. Члены профсоюза работников химичной, горной и нафтовой галинпромысловости на двух опошних спартакеадах замоцевали за собой звания самых мощных. Им не было ровных успоборництвах по геровым спорте. Поспех не выпадковый. В складе команды супрацовник Мазырского нафтоперопрацовчего завода, чемпион свету Сергей Дорошко. Солит-Ахим профсоюз так само поспрашается за перамову. Подготовились, как всегда, очень хорошо. Правда, результат покажет, что как. В моей весовой категории заявлено 16 человек. С них три мастера спорта международного класса, победители чемпионата мира и Европы. Будет все очень сложно, но надеемся, что получится. Даредший огульный залик трех попередних межгалиновых спартакеад выигравала команда профсоюза работников химичной, горной и нафтовой галинпромысловости. Подтвердить звание моцнейших будет непросто. Ниншые команды настроены вельми серьезно. И мают сномер, да помогши шмат годовому чемпиону скласти полномодствы. Усе переможцы и призеры межгалиновой спартакеады профсоюза станут свядомы 23-го вересня. Максим Савин, Павел Антонов, телерадиокомпания Гомель, Сажлобина. И опошнее поведомление. У регионе чакается резкое пагаршение умов на дворья. Обвешено штормовое попереджение в несприяльные метрологичные изъявы. У ночных понеделок по паудневым заходе, а в день на большей части территории Беларуси чакаются протяглые моцные дожды и узмацнение ветру парывами до 15-20, местами до 22-27 метров за секунду. Моцный ветер прогнозуется и на 25-е вересня. Температура по ветру складе до 9 градусов в ночи и до 12 в день. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных день. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин